Всем привет! С вами Ньюис Райт и это выпуск Кейпоп Новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN. Этим вы поможете росту и продвижению канала. Поехали! G-Dragon из Big Bang и музыкальная икона Pharrell Williams недавно произвели фурор благодаря особому сотрудничеству на цифровом аукционе, организованном Jupiter, первой платформой такого рода, созданной Pharrell Williams. Мероприятие представило коллекцию оригинальных картин G-Dragon, а также некоторые из его самых ценных личных вещей. Jupiter известен своей тщательной кураторской работой, используя различные платформы для предоставления культурно значимых предметов широкой аудитории. Аукцион продемонстрировал коллекцию JD, включающую модные предметы, современное искусство, дизайнерские объекты и памятные вещи. Для этого аукциона G-Dragon также самостоятельно адаптировал несколько арт-объектов. Я люблю Корею. Корейские интернет-пользователи и фанаты выражают свое возмущение после того, как фотографии участников RISE распространились в сети. Эти фотографии были несанкционированными и сделаны с сценами, одержимыми фанатами, которые вторгаются в личную жизнь знаменитостей. Сообщается, что эти фотографии запечатлели участников RISE в частный момент на борту самолета и в аэропорту без их согласия. Сосены были замечены фотографирующими участников RISE и наблюдающими за ними, когда они заполняли миграционные формы, а также когда участники проходили проверку посадочных талонов и паспортов. Многие интернет-пользователи критиковали этих сосен-фанатов за то, что они, не давая никакого личного пространства, направляли камеры на участников группы со всех сторон. Премия Melon Music Awards готовится к своей 16-й ежегодной церемонии награждения. 4 сентября было объявлено, что MMA пройдет на Inspire Arena в Инчоне 30 ноября. Слоган этого года – New Stream of K-pop – отражает цель Melon – возглавить новые тенденции кей-поп. Имея 20-летний опыт в качестве ведущей цифровой музыкальной платформы Южной Кореи, Melon стремится объединить поклонников кей-поп по всему миру и представить новую эру музыки на MMA 2024. Melon запустит предварительные промо-мероприятия, включая просмотр прошлых выступлений и розыгрыш билетов на шоу в этом году. Поклонники также смогут голосовать за топ-10 и другие категории. 4 сентября Вон Хо официально завершил свою военную службу. Вон Хо начал альтернативную службу в качестве работника общественных услуг 5 декабря 2022 года и вернулся к своим фанатам после выполнения своего долга, который длился около года и 8 месяцев. Через свое агентство Highline Entertainment Вон Хо поделился своими чувствами, сказав «Время оказалось особенно долгим, потому что я не мог встретиться с Винни. Несмотря на то, что я старался каждый день, я не переставал думать о Винни даже на один день». 3 сентября участница Fistar Хэми сообщила о предстоящей свадьбе через свои официальные аккаунты в соцсетях. Хэми поделилась новостью с волнением, сказав «Я хотела поделиться с вами захватывающей особенной новостью. В октябре я выйду замуж за человека, которого люблю». Жених Хэми не является знаменитостью, он работает бизнесменом и продюсером. Свадьба запланирована на 27 октября и пройдет на закрытой церемонии в Сеуле в кругу опеих семей и близких друзей. Рэм Неснеист отправляется на военную службу 26 сентября в качестве социального работника. В соответствии с системой предварительной службы он не будет проходить обучение в учебном центре, а сразу приступит к работе и никаких дополнительных официальных процедур проводиться не будет. Документальный фильм, в котором снялся Рэм из BTS, включен в программу 29-го международного кинофестиваля в Пусане. Рэм Right People Run Place режиссера Лисок Джуна документирует процесс создания лидером BTS своего второго сольного альбома и его путь к поиску истинного себя. В фильме Рэм делится своей личной стороной предшествующего призыва в армию. Документальный фильм нам Джуна изначально планировалось показать в разделе White Angle, который включает короткометражные фильмы, документальные фильмы, анимации и экспериментальные фильмы со всего мира. Однако, учитывая характер фильма, организаторы фестиваля решили показать его в разделе Open Cinema, где демонстрируются новые работы, сочетающие художественное качество и популярность, а также фильмы, получившие международное признание. Документальный фильм нам Джуна будет показан на открытом воздухе самой большой площадки фестиваля Пусана. 29-й международный кинофестиваль в Пусане начнется 2 октября и продлится до 11 октября. В рамках фестиваля будет показано 279 фильмов на 28 экранах в 7 кинотеатрах, включая киноцентр Пусана, CGV Centrum City и Lotus Cinema Centrum City. Фандом iLit получил новое официальное название. Новым названием официального фан-клуба группы станет Glit. По данным агентства, название Glit было вдохновлено английским словом Glitter, что переводится как сверкать и блистать. 2 сентября Хёна опубликовала два поста, показывающих ее гармонию с будущим мужем. Хёна и Йон Чун Хён свяжут себя узами брака 11 октября в Сан Чон Гаге в Сеуле. Свадьба на свежем воздухе будет интимной и частной церемонией, на которой присутствовать будут только близкие родственники и друзья. Хёна предстает в белом мини-платье, держась за руку с Йон Чун Хёном, который одет в клетчатый костюм. Хёна с фирменной короткой прической и фатой выглядит элегантно в платье с открытыми плечами. Другой набор фотографий раскрывает хиповую сторону пары. Хёна демонстрирует смелый образ с макияжем в стиле смоки-айз, ботинками на платформе, сетчатыми колготками и мини-юбкой, а Йон Чун Хён дополняет ее стиль в кожаной куртке и рваных джинсах. Эти фотографии ломают традиционные рамки свадебной фотосессии, подчеркивая уникальный шарм пары. Недавно модный журнал Harper's Bazaar поделился завораживающими фотографиями Джина для своего сентябрьского выпуска. На новых снимках Айдол демонстрирует потрясающую ауру и непринужденную элегантность в роли посла Гуччи. Джин захватывает внимание своей выразительной внешностью и пронзительным взглядом, позирая перед камерой в различных стильных образах. Энхайпен собирается отправиться в новый тур. Согласно данным агентства, тур Walk the Line стартует с двухдневного выступления в Кояне 5 и 6 октября. После концертов в Корее Энхайпен посетят Японию с дом-туром, который начнется с концертов Билуна Дом в Сайтаме 9 и 10 ноября, Мизухо Пэйпэй Дом в Фукуоке 28 и 29 декабря и Кёсера Дом в Осаке 25 и 26 января. Остальные даты остановки предстоящего тура будут раскрыты позже. Чонгук из BTS добился потрясающего успеха в Великобритании. Недавно британская ассоциация производителей фонограмм объявила, что сольный дебютный альбом Чонгука Golden получил официальный серебряный сертификат. Согласно пороговым значениям сертификации BPI, альбомы получают серебряный сертификат при продаже 60 тысяч копий, а синглы при продаже 200 тысяч копий. Благодаря этому достижению Чонгук стал первым корейским сольным исполнителем, получившим серебряный сертификат с альбомом в Великобритании. Стройкидс продолжает свой стремительный взлет, появившись на обложке Rolling Stone UK, британского и ирландского издания самого известного в мире журнала о музыке и популярной культуре. Эта восьмерка стала первой группой в мире, дебютировавшей на первом месте в чарте Billboard 200 с первыми пятью альбомами. Недавно они возглавили заключительный день фестиваля Updretish Summertime и Кайт Парки в Лондоне перед более чем 60 тысячами фанатов, а также выступили и победили на WMAS 2023 в США. Следя за группой на Миланской неделе моды, а затем на грандиозном концерте BST Hyde Park в Лондоне, Rolling Stone предлагает эксклюзивный закулисный взгляд на дружбу и братскую любовь между восьмью участниками группы. В номере будут представлены все восемь участников на обложке, а также групповые и индивидуальные профили и интервью в огромной 26-страничной статье. Хвана Ньёб известна своими ролями в таких дарамах, как «Снова 18», «Истинная красота» и «Почему она?» Кстати, скоро появится в дараме JTBC «Семья по выбору». Так вот, он станет ведущим предстоящего музыкального фестиваля K-Con в Германии. Мероприятие пройдет во Франкфурсе с 28 по 29 сентября. K-Con – это мероприятие, цель которого – укрепить связи и солидарность посредством музыки и культуры, преодолевая границы и разницу поколений с помощью кип-поп-номеров, выступлений и разнообразного контента. В лайнап предстоящего мероприятия вошли такие артисты, как 31 августа Samsung Paraguay опубликовали несколько фотографий с участием Shogi из BTS для продвижения проектора второго поколения Freestyle. Компания разместила серию фотографий участников всемирно известного Boys'бенда на своей странице в соцсети. Специальное сотрудничество между Samsung и Shogar для проекторов Freestyle второго поколения было впервые представлено в сентябре прошлого года, за которым последовали различные брендовые ролики, выпущенные в октябре 2023. Пост был опубликован на фоне продолжающихся обсуждений предположения о возможном решении Samsung прекратить сотрудничество с артистом из-за его инцидента с вождением электрического скутера в нетрезвом состоянии. После инцидента начались активные спекуляции в СМИ о возможном расторжении соглашений между Samsung и артистом. Эти предположения возникли после того, как Samsung и Germany удалили рекламные изображения шуги с Galaxy S24 Ultra со своей официальной страницей 17 августа. Однако официального заявления от Samsung не последовало. Причина по предположениям заключалась в том, что сделка включала BTS в целом, а не только шугу. Стратегическое партнерство между Samsung и BTS, начатое в феврале 2020 года, принесло несколько значимых проектов. Этот стратегический ариент привел к выпуску тематических версий Galaxy S20 Plus и Galaxy Bud Plus. Лофи Сэл Холмесс на своем аккаунте Вейба выложили серию фотографий совместно с Генри Лау для сентябрьской обложки журнала. Генри известен тем, что наслаждается процессом создания музыки с нуля. Он экспериментирует с разными звуками и текстурами, чтобы выразить свои чувства самым непосредственным образом, что и попытались передать в этой фотосессии. Тайваньская компания Sky Media и корейская SBSM совместно создают шоу на выживание S-Kool, направленное на создание глобальной мужской группы. S-Kool нацелена на то, чтобы открыть и развивать талантливых корейских и тайваньских стажеров. Помимо тайваньских звезд, шоу Ло и рэпера Ло Цюнь Шоу, в команду наставников войдут корейские артисты Инг Хёк и Супер Джуниор, Хан Кизэф Ти Айланд, хореограф Чи Йон Джун и Ю Чжу, бывшая участница группы G-Friend. Ведущим шоу станет Итыка Супер Джуниор. SBSM отметили, что у Итыка многолетний опыт в ведении программы церемонии награждения, и он обладает превосходными ораторскими способностями и остроумием. Ожидается, что он успешно проведет шоу S-Kool. Главный танцор Супер Джуниор Инг Хёк и известный хореограф Чи Йон Джун будут критически оценивать танцевальные и сценические выступления участников. Вокалисты в Ти Айланд Ли Хан Ки пение, а Ю Чжу оценит как вокал, так и общее выступление. Премьера S-Kool запланирована на 28 сентября в 22.00 по корейскому времени на каналах SBSM и SBS Feel в Корее, а в Тайване Сеттен, Ти 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 Ви, Рам Уч Ти Ви, Лайн Ти Ви и Хам Видео. Главный танцор Серафим добивается успеха в международных чартах со своим последним релизом. 30 августа серафимки вернулись с мини-альбомом Crazy и одноименным заглавным треком. Вскоре после релиза и альбом, и песня поднялись на вершину чартов iTunes в разных странах мира. 31 августа Crazy уже занял первое место в чартах iTunes Top Albums по меньшей мере в 11 регионах, включая Гонг-Конг, Тайвань, Сингапур и Индонезию. Мини-альбом также вошел в топ-10 по меньшей мере в 23 странах, включая США, Японию и Канаду. Тем временем новый заглавный трек вошел в топ-10 чартов iTunes Top Songs как минимум в 10 регионах, включая Таиланд, Японию, Индонезию, Гонг-Конг и Тайвань. Кроме того, клип на песню Crazy набрал более 15 миллионов просмотров и занял первое место в YouTube Top Trending Music Videos Worldwide. Чен из Иксов впервые проведет в сольный фан-кон. 30 августа агентство объявило на официальных страницах в соцсетях о предстоящем фан-коне Чена Beyonce, Door in Seoul. Согласно постеру, мероприятие пройдет 21-22 сентября в мемориальном зале столетия женского университета Дон Дук, где Чен проведет особенное время с поклонниками. В этом году Чен отмечает пятилетие своего сольного дебюта. На предстоящем фан-коне Чен планирует представить эмоционально насыщенные вокальные выступления и создать для своих поклонников незабываемые воспоминания через различные интерактивные сегменты. Тори Кейли, американская певица и автор песен, поделилась своими впечатлениями от первого концерта в Южной Корее и рассказала, что хотела бы однажды поработать с Розе из Blackpink. 27 августа Тори Кейли провела свой первый южнокорейский концерт в Сеуле. Когда Кейли расспрашивали о сотрудничестве с кип-поп-звездами в будущем, она выразила свое восхищение Розе, сказав, Мне очень нравится Розе из Blackpink, она замечательная артистка, и я обожаю кип-поп-музыку. Она очень веселая, идеально подходит для танцев. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, нажмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аднен! Аднен!